Он не мнит. Мнит, понятно. Ну, думает. Мнение? Вот мне мнит, вот как-то оно, оно богаче. У меня же там написано, и в псалоне, и лети, и лети. На крылу ветрями? А че, че, че это значит? Нет, это где... Лети, лети, на крылу лети. Не, 70, при большей крепости 80. Ааа. Лети болезненно, тогда и мы летим. Ну, слава, слава боже. Там еще ударение надо. Блюсти, ибо смысл может другое совсем нет. Оказан, не знаешь, че досадно, что убрали звательный падеж из Русского? Не, есть смысл, да? Да. Человек с дворящимися мыслями не перт во всех путях своих. Да хвалится брат униженный высотой своей, а богатый унижением своим. Потому что он приедет, как цвет на траве. Че, хвалится унижением своим богатым? Да. Преедет или преедет? И краткое. И краткое. Нет, И или Е? И краткое. Е. Нет, перед И краткое. Е. Преедет. 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 Вот, это же не русский. Даже здесь осталось, да? Много осталось. Там есть. Преедет. Индия. Индия тоже есть в русском. Там много про перевозят. Этот входит в вратами, а этот перевозит в Индии. Так мы не разобрали богатого. Ах, вот они какие, пропустили, да? Давайте вот. Про богатого, то что мы не разобрали? Унижение своим. Как понимают кто? Вот хороший вопрос. Почему он должен именно богатым унижением своим хвалиться должен? Что за унижение это такое? Сейчас я вспомню. Толкование? Ну да. Еще раз прочитай. Смотри. Да хвалится брат униженный высотой своей. То есть блаженный нищий духом, ибо их есть Царство Небесное. То есть он на высоте духовной. А богатый унижением своим. Потому что он приедет как цвет на траве. То есть тут отрицательно такой смысл заключается. Для него и для богатого. То что богатство приедет понятно, а что за унижение-то? Подожди, первая строчка скажи. А богатый... Нет, сначала. Да хвалится брат униженный. Все, смотри, оба хвалятся. Оба хвалятся. Один унижением, а второй богатством, который понял, что оно... Все, его надо выбрасывать. Оба же хвалятся. Да хвалятся. Один так, а один так. Почему отрицательно это второе? Да нет, хвалится-то понятно. Нет, ему говорится, что он должен... А богатый унижением своим. Хвалится, да, унижением своим. Короче, что богатство... Все, да, 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 нет. Он должен... Он понял это. То есть он да, да, да. Он хвалится, что все, я хуже всех, хотя я богатый. Вы думаете, что я богатый. А я наоборот хочу стать как нищим, что его раздать. Да, уничижением... Ну, как бы, да, сам хвалится теперь сам самовольным смирением своим. Да, уничижение сам себя как бы уже хвалится. Вот этот, как он, сибирский-то, который был... Точно, точно. Правильно говорится. Золото-то у него был очень богатый. Потом-то он всем раздавал там, всем. Даже приходили к нему, он жил очень бедно сам, а очень богатый был. Как у него этот? Сибирский, мы его википеде еще про него читали. Забыл про него фильм снятый художественный. Он сидит там, в такая комната у него небольшая, и все там на него поднялись, там все богачи. Типа, ты что делаешь? Там он всем направо-налево, там даже приходит, на выпивку просит там. Студент придет там, на учебу просит, он ему дает денег. Я забыл, как его называют. Как-то вот именно с Сибири связан, где-то в Сибири он жил. И вот он, когда в Евангелие прочитал, он понял, что вот это вот, я имею в виду, что одно из мест, может, его коснулось, что богатым нижением своим. То есть он понял, что богатство именно от Бога ему дано, как талант. То есть он должен для людей использовать. А нам эти говорят, МПшники говорят, что типа... Он много храмов построил, а в оконцовке он ушел. Нет смирения, ты гордый, короче, что-то там... Куда он сидел, вознулся, что-то... Ну, начинает, короче. Виталий, а в конце он ушел в монастырь. В монастыре он остался. Он богатство все свое. Это какие годы были, короче? А вот 18-19. Конкретно прям заповедь, дохвалится. Повеление такое, да? Повелительное наклонение, дохвалится, брат. Да. Такие удивительные. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву. Цвет ее опадает, исчезает красота вида ее. Так он видает и богатый в путях своих. Ну, Соломон об этом хорошо говорит, что... Как тебе будет досадно, когда после тебя все твои труды там кто-нибудь расточит там... В два счета просто. Все останется, да. Да, и это что-то он говорит. И эта суета великая. Представляешь, золотые щиты в храмах делали там по 30 млактейных. По 50 штук. И потом все воровали. На ухудоносер все вынес, да? Ну, так посчитали, в храм Соломона у него было золото, как весь золотовалютный запас Российской империи. Только в храме. Блажен человек, который переносит искушения. Потому что быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Не перебивайте, когда читается. А, давай, Влад, извини. Блажен человек, который переносит искушения. Потому что быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Расшифруй, пожалуйста. Блажен кто? Счастливый человек. Он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. То есть ты будешь в Царстве Небесном. Там увенчаны они будут, сказали, кто попадет в Царство Небесное. Венец жизни что? А перед этим что там было? Что-то про искушение. Блажен человек, который переносит искушения. Потому что быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Видишь, быв испытан, то есть испытан должен быть, он перенес искушение. Соответственно, он с ней справится. У Сераха уже написано, что Господь это, Кого любит, что будет горниле уничижения его испытывать, праведника. У Сераха написано. А вот еще интересно, да? В Вчера Хвой-с-таки Стракх Господень… Как там? Слава и Честь… Нет, это там другой есть еще. И там такие… поставляют на стезях любви. Стракх Господень, дар от Господа. И поставляет на стезях любви. Я понимаю, поставляет на стези любви? На стезях… на стезю любви… но на стезях любви поставляет как вы говорите? Славянизм. Славянизм. С française, стезя. Сто процентный славянизм. Допустим, на стязи… Страза Господь поставляет стезя Стезя же это путь Ты на себя направляешь? На себя направляешь как говоришь? Стезя же это путь, да? Страх Господень троллил Стезя любви Дальнейшие стихи Они как раз не поясняют Они наоборот в противоречии То есть ты конечно не знаешь толкование настоящее В искушении никто не говорил Бог меня искушает Потому что Бог не искушается злом И сам не искушает никого Вот тут можно вспомнить Бытие 22 глава Когда Господь повелел Аврааму принести в жертву Исаака Первого Которого как раз обещал И там написано Бог искушал его Потому что искушение двоякого рода есть Бог никого не искушает имеется ввиду грехом На грех Ну а там так и написано Такие про Иова тут тоже понятно Ну-ка а что А получать искушение допустим пострадать от чего-то Это не грех А вот именно Бог никогда тебя не искушает Чтоб ты сотвершил грех Вот в чем дело И не соблазняет Но каждый искушается увлекаясь и обольщаясь собственной похотью Похоть же зачав рождает грех А сделан грех рождает смерть Не обманывайтесь братья мои возлюбленные Точка Одно вот так Одно предложение только короткое Не обманывайтесь братья мои возлюбленные Всякое даяние доброе И всякий дар совершенный Нисходит свыше От Отца Светов У которого нет изменений И нет тени перемены Вот интересно Вот эта тема Что даже люди бывают такие Которые вот как там насильники Там убийцы там и так далее И они тоже могут в определенное время Сделать какое-то доброе дело Почему Всякое даяние доброе И всякий дар совершенный Нисходит свыше То есть если он свою волю направил на добро Он может сделать добро Так это вот как раз Володя Про то что Вот эти бандиты Приносят деньги в храм На храм На стройку А от блудницы Почему нельзя деньги взять Она же побудил ее дух Сюда Ну это Господь дал заповедь Не вносить Да Пса Цену пса И цену блудницы И Сергей Попков Занимается собаками Он не может уже Туда в жертву Опустить именно Вот эти деньги Которые у нас Ящик при храме Там есть Ты сам думаешь Прям дословно что Ну конечно А как ты думаешь Понимаешь Ну цена пса За что же Ты не понимаешь даже Смысл то о чем идет Все равно не можешь нарушить Потому что не понимаешь Даже это Просто Бог сказал Цена пса Объясни о чем речь то идет Цена пса Да Пес это про человека Хорошего человека А ты точно Что Ну это точно Отмени Что ж не лечит Это Про образ человека Ну Пса Написано Смотри Было бы про человека Написано Цена блудницы Цена пса Не вноси Цена пса Почему Сказали бы человека Или там Мужа например Блудница Или там блудника Какой-нибудь Протесты Человека Женского поля Пес это Человека То есть Кто это Человека Вот Сергей это не вносит Почему Потому что он уже Собаками занимается И он туда не вносит Он на милости На других дела Пожертвует Но в храм он не заносит Ну смотри Собаку в храм не пускают Слаянский точно Да Я не могу сейчас сказать Ну Пес это Это определение Человека Нет это понятно Но они же Разные определенности Есть Как пёс Мердящ Это понятное дело Что к человеку относится Не ну подожди Ну не вноси Цену пса Это что означает Тогда хорошо У тебя про это Ты говоришь Надо это разобрать Что за цену пса Значит Смотря что под словом Пёс подразумевается У кого это узнать можно То есть он был продан Это собака была продана Пёс это неверующий Неверный язычник Пёс Псом назван Для него не пенологом Нет Но и цену пса Написано тоже Вот этого человека Как раба Например Цену раба Может быть и так тоже А тут цена пса Вот это вообще не вносится Может быть и так и так Ну в смысле И то и одновременно И то и другое А что нигде нет сполкования что Не обращали внимание Надо посмотреть Лопухина Что там он говорит Так ладно дальше Потому что Володя Я для твоих книгах Тавита Там же собаку Собакой не называют Да почему И псы едят Крохи под столом Про псов говорится Так что ничего так Пёс Пёса ты и пёса едешь Очень конечно В подлиннике Одно слово Она обозначает Разные значения Нет Восхотев Родил он нас Словом истины Опять же восхотев Видишь Господь Чтобы нам быть Некоторым начатком Его созданий Итак Братья мои Возлюбленные Всякий человек Да будет скоро На слышание Медленно слова Медленно гнев Ибо гнев человека Не творит правды Божии Опять написано Гневость Не согрешайте То есть гневаться Допустимо Но опять Чтоб ты не согрешил Потому что вот иногда Я на себе Знаю в примере Там раз гневаешься И чувствуешь Что ты переступил эту черту То есть тебе уже Это Мир теряется Душа Да То есть душе у тебя Сразу беспокойство наступает Я вот это помню Уже два года назад услышал Я запомнил И вот вам Это говорил Как летящий пишет Человек гневающийся Человек гневающий В этот момент Не имеет Духа Святого Гнули Все Вышел из него Даже ты просто там Рыгнул два раза Десять секунд Духа Святого не было Гневающийся Напрасно Надо добавить Потому что не напрасно гневаться Это Сам Господь гневался Не напрасно Апостол Павел Гневался Не напрасно Петр разгневался Конечно Симону там Ответил нормально Напрасно И Златоуст говорит Кто гневается Для исправления других Он говорит Тот смирение всех Иван Златоуст говорит Ты хочешь ради исправления другого Разгневался Ради этого То есть ты ему помочь хочешь Он даже бежит Ударил его Ну он говорит Он говорит Про этого Он говорит Ударь даже его Он говорит Освятирует тебя Если ты гневаешь Если он хуйит Церковь Он говорит Ударь его Ударь его Здесь еще надо дальше понимать О чем О каком гневе так говорится еще А гнев-то со стороны того Кто ударить должен Смотри Давай послушаем Посмотри Вот посему Отложив всякую нечестоту И остаток злобы В кротости Примите насаждаемое слово Могущее Спасти ваши души Вячеслав Францов сказал Напрасно Поэтому бывают два варианта Гнева Все Напрасный То есть это все Что напрасный А который не напрасный Какой? Один Один Вот это есть Вот это Бога А все остальное Он тебя задел Там Маг твою задел Еще Тебя Все что тебя задел А все что Нет А еще есть такой Не напрасный гнев Когда ты его исправляешь Это не напрасный гнев То есть ты Исправлять ним человека Или себя Не напрасно Ты не напрасно гневаешься Согрешающего человека Ты гневаешься С целью На себя Ага С целью Ну это получается Цель надо иметь А не то что гнев тобой управляет А ты цель имеешь Как инструмент Инструмент Кто будет Инструмент В этот момент Кто будет Как сказать На юрху Что на юрху Кто будет В этот момент Оценивать гнев А не напрасно Он его Я его поцениваю Ты сам себе должен Исследуйте себя Испытывайтесь Тогда все по совести и будут И он скажет Я по совести гневался Ну скажут А реальность там Не изменится Нет Гранит А ты не его Ни себя не должен Ну слушай совесть свою должен От этого все обвинения Вот и гнатья Только от того что Здесь все в совокупе В самом себе Окружающие тебе Подсказывают Если церковь это Другой вопрос Да Братья Опытные Они определяют Пример Вот брат Сергей С нами был на благовестии Мы стоим Игорь Глушков был Как раз тоже И он стоит там А там протестант оказался А он это видимо Бывший отсиделец И у него По разговору это чувствуется И по внешности тоже Вот А он стоит Культурно с Игорем Глушков Разговаривает Вопрос о церкви Как обычно у нас У православной Все А Сергей говорит Что ты так с ними разговариваешь И как пошел на него словами Да ты Да вообще откинулся Вот так вот надо с ним разговаривать Ну с братом опишу Ты че Совсем что ли уже Ну и это А тот конечно А че меня на ты называете вы Я говорит Вас не называл на ты То есть он сразу раз Сергей присел И начал дальше Ну и че говорит Я осидел Господь меня очистил Все Я перестал этим заниматься То есть сразу раз И Сергей осадил Ему потом отошли Виктор Савченко Еще был Отошли в сторонку с Сергеем И Сергей давай там Вразумлять Он говорит А че вы на меня братья накинулись Я же свой Я же свой Есть такой момент Когда если ты не разгневаешься Согрешишь Не разгневаешься Пожалуйста Согреши У тебя ослабление идет В греховных делах Сразу у тебя На всякое другое Ну то есть ты слабее Сразу становишься Ну чувствуешь Как Дух Святой Да отходит Вот все А разгневаешься И скажешь И прямо Че надо И она потом тебе благодарна Ну можно В гневе вашем Да солнце да не зайдет Да И все правильно идет То есть порядок в доме наведен Все на своих местах То есть получается гнев должен Как бы удержанный Такой у тебя будет То есть ты не должен распаляться Он должен быть инструментом Чтоб ты им управлял В твоем Вот непрочем Когда Ну это не каждый Это может Без гнева и сомнения Там вот это Возьмать руки Вот Игорь Добунов мне случай рассказал Он тоже как-то На жену свою Разгнился Очень сильно Притом говорит И я говорит Не мог руки поднять Успокоиться не мог Душа говорит Беспокойная была Пока не успокоился Бога не попросил прощения И это надо опыт иметь Да да Потому что я тоже бывал разгнился И чувствовал что я перешел грань Тоже так же И все Это опыт надо А не будешь гневать Вообще никакого опыта Не будешь Будешь как монах Будьте же исполнительны слова А не слышите ли только обманывающих Самих себя Ибо кто слушает слово И не исполняет Тот подобен человеку Рассматривающий природные черты Лица своего в зеркале Он посмотрел на себя Отошел Тут надо будет внимательно Отнестись Там будет дальше Про гнев Чистое и непорочное Благочестие Перед Богом и Отцом Есть то Чтобы презирать сирот И вдов в их скоробях И хранить себя Неоскверненным от мира Призирать Или призерать Призирать Смотреть Вот призирать Призрение Я даже значит не знаю Смысло того Призображение Есть призрение То есть одно Это ты смотришь Ну то есть Смотреть за этим За вдовами За сиротами Это при При А призирать Это как раз таки Призирать Как обычный Да Заботиться А презирать Это надмиваться типа давай короче отошел вот там есть где-то место написано гнев человеческий не творит правды божьей и правильно написано гнев не творит то есть ты не 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 гнев должен творить то понятно какая правда божия для дух святой а гнев должен быть инструментом а не он должен управлять как любая страсть а все страсти это же перевернутые реальные которые нужны на счет 2 его братья мои имейте веру в иисуса христа нашего господа славы невзирая на лица ибо если в собрание ваше войдет человек золотым перснем в богатой одежде войдет же и бедный в скудной одежде и вы смотря на одетого в богатую одежду скажите ему тебе хорошо сесть здесь а бедному скажете ты стань там или садись здесь у ног моих то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями сейчас почему-то про подумал про епископа думаю если епископ посадить на какое-то место не такое где он там обычно его садят там уголок чтобы он сидел там среди всех а посадить накуне скамеечку не скамеечка даже табуреточку а там надо еще другие места а какой там я не знаю какой типа василия черепанова посадить туда в угол там на другие места описания еще брать по поводу епископа а такими а там вот то что ну вот это есть в общем сейчас я не вспомню но у меня такое ощущение прям как будто сразу там есть как будто я приведу их значит нам такие типы кто примет правильненько им правильненько получим ну то есть ты особо принимаешь а при епископ же это не просто это как на most то есть это как будто апостол принимай она непростой человек да и ты его принимаешь не за того что не за его этот как вот здесь скажу там одежда там да а за ебут благодать ту христову которая за его сан до апостольской вот в чем дело . ему как бы не относится ну да в полной мере хотя он по себе мог бы поступить конечно по-другому и вы смотря на одетого богатую одежду я не читал это скажете ему а ну да ты скажете ему тебе хорошо сесть здесь а бедному скажете ты стань там или садись здесь у ног моих то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь судьями с худыми мыслями послушайте братья мои возлюбленные не бедных ли мира избрал бог быть богатыми верою и наследниками царстве который он обещал любящему а вы презрели бедного не богаты ли притесняют вас не они ли влекут вас суды не они ли бесславят доброе имя которым вы называетесь если вы исполняете закон царский по писанию возлюби ближнего твоего как себя самого хорошо делайте но если поступаете с лицеприятием то грех делайте и перед законом оказываетесь преступниками вот тут на разобрать если вы исполняете закон царские подписания возлюби ближнего твоего как себя самого хорошо делать к чему это относится к передущее то что мы прочитали бедного богатого как понять возлюби ближнего твоего самого себя например богатый зашел как говорят ему хорошее место стоит а я также чуть-чуть вот ну ты же ты тебе будет неприятно когда тебя вы посмотрите там ну чуть 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 моросит на чуть-чуть мама моросит моросит промокли мы не надо то есть имеется ввиду смотри ты же как бы как сам у себя на себя когда тебе неприятно когда тебя приглашают и тебя то тебя там задвинут в какое-то место тебе же неприятно это вот от другого после задержат поставят впереди ну то есть из богатого и ты так не поступай то есть ты тебе это раз не при ты не считаешь это правильным когда по отношению тебе так поступит так и ты ну и в этом смысле можно потом еще несколько можно привести к примеру вот 10 стих я заучил от аякова 2 глава 10 стих кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь тот становится виновным во всем на устойте это подведенная например и дальше говорится пояснение ибо тот же тот вашу бог кто сказал не прелюбодействуй сказал и не убей посему если ты не прелюбодействуешь но убьешь то ты также преступник закона с людьми когда беседуешь на улице встречаешься но и знаешь западе божье конечно знает ну какие но она как обычно никого не 6 человеческих он еще может перечислить там не убей не прелюбодействовать это еще на слуху у всех ведь стану не завидуй там вот этого не украдеет ли от своему не до 4 отца и мать ну чте отца и мать почему-то сложно с этим бывает редкий случай вот а вот первые четыре которые по отношению человека к богу уже никто не называл мне ни разу такой человек не встретился если только написание конечно не знает тут надо все все это на главнейшие которые идут первые четыре которых отношения человека будут люди красиво не знают отсюда вся реакция что когда ты начинаешь служить для бога и делать людям тоже ради бога они это понять не могут потому что все было для людей а тут столов какой-то для бога порядок заповеди вот я их выучил еще в детстве они мне были написаны бумажки порядок был другой кто-то ручки выписал я до сих пор в молитве когда вечером я их вот так вот повторяю в том порядке как они меня были ну давай повторять первые две это понятно а все остальные перемешку они там по силе как бы различаются вот возлюби господа возлюби ближнего и потом я уже нет подожди 5 10 слове по моисея строго да потому что это наиглавнейший западе там все так говорится а потом уже я игру что вот если я молюсь надо заучивать и повторять строчка в строчку да да в строчку смотри у нас у нас у нас смотри у нас лучше был с братом сергея опять же пупков мы жили на саманном один год он там проповедь печатал на тихо ночи после того как в храме говорил перепечатал на компьютер с диктофона и мы с ним утром вставали вечером заучивали места писания утром вставали повторяли и у нас такой спор небольшой произошел в него он начал спорить что я бы на заучить точно точно в букву букву где-то не обязательно главное чтобы ты где-то смысл не поменял то есть можно вроде как и некоторые слова где-то упустить где-то что-то добавить на главное что смысл был нормально этот момент ты можешь вот он начался что апостол павел тоже приводит из ветхого завета но не не точность приводит то есть где-то слова он это выпускает а где-то добавляет своим языком это одно дело когда ты идешь на проповедь и ты говоришь людям потому что дядя дух святой наставляет где пол да то есть это одно дело когда ты именно сам конкретно заучившись на конкретно заучить он где-то нет ему пришли как обычно кинать техночу разрешите вопрос он сказал что он стал на мою сторону точно всегда заучить конечно куда а уж потом когда ты будешь с Серёком беседовать там вот где-то не вспомнишь до конца местоописания надо другое дело это совершенно вот это же я тоже я точно заучивая но когда говоришь где-то точно процитируешь где-то да там где-то не точно где-то а если уж ты будешь заучиться не точно то уж точно точно не процитируешь то есть правильного стремится но эти помните этот спиридон триумфутский то там он тоже там брат какой-то читал и прочитал слово одно неправильно он там что-то по моему то ли кровать про ложь и правда ли до кровать или ложе и он ускала кровать постель постель да тут кто-то упрекнул очень сильно жестко до подходящий пример поэтому он то чувствовал виталий высказал надо верить козер вот он еще высказал дым там я даже не помню он учет строго туре выгнал даже что такое сейчас я не тоже вот этот над видите тоже помнить хорошо так говорите и так поступайте как имеющие быть судимы по закону свободы что за закон свободы кто может пояснить закон любви божественно ну чем он заключается например после вы избираешь добро по свободе апостол павел говорит что нам приходил уже братья посмотреть за нашей свободы в христе который до значит они чем-то отличались они были рабами закона ну то есть связали себя как сказать то есть когда ты до буква можно когда господь освободил христос и вложил то есть дух святого который напечатал все заповеди на сердце и ты уже должен исполнять то есть с отрез соответственно тому сейчас пример приведу и это этот как он эфиопии что ли он там ли кто там который образовал город мусора как называется не помните город мусора там где-то в эфиопии там он сперва был такой заброшен а потом вот этот проповедник евангелия появился он потом священником был должен может и писком священником и он приехал туда приедут а там же кузовым это детишки берут все грязные там а это мусор разбирают они не словно это победим по материалам всяким разговоре и там войны вонь такая стояла и он начал там проповедовать еще год началось он где я стал молиться господи чем не делать вот ребенок сидит без ботинок безо все углы ноги вблизи ему дух святой вид завяжите ему шнурки видай ботинки завяжение шнурки ну чё это такое как ребенок маленький что но вот так вот виду святой вид меня наставил я без этого начал то есть самым мало начал детей иметь там надевать другим людям помогать то есть из этой грязи вылазит хотя бы физически а потом видим постепенно носила боги уже говорить то есть дух святой вот так наставлял вот это есть закон свободы например если делать как говорится как положено пришел храм отстоял как положено там полился не молился того что тебя зависит на помощь всю службу пропел месяц совсем плирусом тоже хотя вы это тоже говорят что надо именно участвовать потом вышел из храма все и пошел по своим делам ты же исполнил исполнил я же храме был то есть мне заповедано быть храм я был в храме под духом святом под закона свободы ты из храма выходишь ты уже начинаешь где-то корица мари что господь отдал где-то евангелие кому-то раздать в поезде в автобусе там где-то ты на машине то есть и дух святой все время в свободу дает то есть передвижение то есть не только думаешь о том что я сходила исполнилась и на этом отстань от меня господи все я же исполнил перед тобой ну то есть смысл такой там где бог там свободу да 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 то есть а бог он всюду то есть ты все всюду должен починить то есть получается закон свободы это закон божий вот например я иду от тети у меня вот яркий пример ухожу от тети своей родной там не мне надо было ехать свою силу 10 километров от нас город артемовский район у нас город а село покровск у нас примерно километров 10 не на мол на автобус эти вот я от нее ухожу а чувство такое что надо бы остаться еще но в то же время не на ехать туда домой там не помощь эту печку топить что-то срочно надо было думаю господи как мне поступить то она как раз дома одна была можно было с ней побеседовать иду такой думаю господи поставь передо мной говорю препятствия если это не от тебя чтобы не остаться поставь мне препятствия и только там было через железную дорогу выходить только выхожу к железной дороге пошел кругом обрывести такие там переходной мостик небольшой нам было до туда дойти и там перейти потом уже на дорогу на асфальт я смотрю и поиск как из-за порта как учиться на меня я не успел ни туда ни сюда пришлось назад бежать небольшой отношу туда опять спускаться я так понял что это ответ на мою литву закройте везде в окна закройте холодно здесь все я остался не закрыть там сука с не проговорил стойки надо слушать дух святой сейчас поэтому надо быть всегда готовым и почувствовать свои планы а вот заметьте именно этой свобода нашего час лишают в вакцинации и прочим делами они именно хотят именно чтобы покорились мы все было просчитано для все было да и тебя решает что ты вообще даже ты ничего тебе ничего не надо но ты должен жить подчиниться чему-то там так вот и епископ которые говорят и в тихий приезжал но это я сам не слышал я послушал что они говорил он хотя когда у вас нахожусь где подвешен в состоянии потому что там то понятно другой приход приезжает там обычные вопросы а тут такие вопросы задумываются а я не знаю писать не готов а вот еще как раз об этом третья глава иван говорит он же говорит дух дух движет где хочет да и ведь и голос его слыша не знаешь откуда приходит куда уходит так бывает со всяким рожденным от духа как ветер ходит туда-сюда апостол павел зашел когда в афины зашел в город да и это дух в нем как там слово это сказано возмутился возмутился то есть да приведи идол вот этих вот именно статую то что там он понял что господь побеждает вот это нормально дух то опять это мы русские понимаем по словам дух у нас говорили дух а везде то ветер но нет в данном случае ветер где играл двух дышит где хочется речь о ветре но смысл показывает одну смысла нам лучше да понять именно души нам-то это понятнее почему я раньше не понимала когда мне сказали про ветер не а сразу все понятно стало речь о ветре что ветер идет мы не знаем откуда уходит куда уходит и так бывает со всяким рожденным уже от духа не от ветра но тут речь потому что о духе не а ну там творит ангелами духов как написано творит ангелами свои своими духов и это ветер творит то есть твои рит ангелами своими ветер ну с самого начала бы я слышал там слышал что дух носился на ветра ветра да я тоже в период это вези ветер ну толкование по толкованию почти все святые отцы понимают что это ну большинство что это речь о духе святом и Василий Великий там Иван Златоуст и прочее но в их времена они говорят вот понимать некоторые вот так они описывают что это речь о ветви «Ибо суд без милости, не оказавшему милости милость превозносится над судом» 12 стих прочитаю, это я 13 прочитал чтобы понятно «Так говорите и так поступайте, как имеющий быть судим по закону свободы «Ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозношится над судом» суди мы будем по закону свобода это что значит это значит бог будет типа покажет тебе где-то должен по свободе поступить а себя в рабство вогнал да и будешь это если его по закону как говорится раз брата там дались чувству там должен был еще милость проявить и что ибо суд без милости не оказавшему милости кому не оказал милости милость превозносится над судом то есть по милости господь тайна нас тоже долго терпит иначе по субботу мы все достойны смерти уже все как только начали грешить а первый грех совершили все ты должен в аду уже оказаться сразу господь по милосердии своем то есть да да и так возлюбил бог мир то есть любовь то в этой заключается милость человек то я кажется поэтому в руку в воду этому по закону свободы то есть ты должен по закону свободу поступить вот даже вот этот как он отец бога как он отец богородицы на муж муж да то есть по закону он должен был ее предать смирать чтобы он родится до по закону если смотреть но он будет написано был праведник то есть оказал милость не стал его давать не были мы потом откровением и он поступил сверх закона туда сверх закона потому что мы просто и решил отпустить потому что он то считал другого то варианта нет кроме как шоуна прелюбодействовала по сути то он же не мог это потом потом нет нет он прежде уходил и отпустить как раз написан был праведник и он по закону не поступил он решил укрыть отпустить позже вот после того когда его когда он так помыслил когда он так помысл написано да вот только он помысл отпустить ее ангел явился но тут же отпустить ее это по милости как раз таки по милости да потому что отпустить это так это такое евангелие давай сразу почитаю а должен был сдать или тот луки первая глава это мне от матфея а нет от матфея матфея от луки там начали от луки там про юана долго идет а вообще вот это по поводу бегства египет это я рождество иисуса и иисуса христа было так то как соединить матфея и луку со всеми ну вот это когда мы здесь нет у луки этого нет 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 это вот рождество иисуса христа было так начинается после родословной там идет матфей 6 глава 1 1 глава это вот после родословной вот-вот после родословной сразу что рождество иисуса христа было так матфея 1 глава с 18 стиха по обручению матери его мария с иосифом прежде нежели сочетались они оказалось что она имеет во чреве от духа святого иосиф же муж ее будучи праведен и не желая огласить ее хотел тайно отпустить ее но когда он помыслил это все ангел господин явился ему во сне и сказал иосиф сын давидов не бойся принять марию жену твою ибо родившись все в ней есть от духа святого ибо иосиф же муж ее будучи праведен и не желая огласить ее хотел тайно отпустить а вот дальше почитай вот я сначала он был закон знал да да конечно благочестивый он знал что как надо сделать но решил поступить против закона по милости по любви не разумом думал а сердцем в этот момент он говорит не отпускай они никто не знал никто не подумал даже о том что это они все подумали что это от него конечно конечно для этого он и был дан для того чтобы все думали этот сохранялся за счет этого и сама богородица сохранялась если бы он начал говорить как она есть по своей истине они бы не приняли людей до изобили бы камнями и они же плотские были он в храма хранение даже во время жизни христа это тайна была она не открывалась только близким откажут его да вот и когда христос уже был умер воскресли тогда только открылось все это что он есть господь бог и там дальнейших все а вот дальше прочитай ради же сына и наличешь ему имя иисус ибо он спасет людей своих от грехов их а а все сие произошло до сбудется реченное господом через пророка который говорит сиди его в очереме приимет и родить сына и нарекут имя ему и иммануил что значит с нами бог это хотел а вот интересно вот дальше николай пришел садись брать я хочу видео помонтировать а мы снимаем пока нечего монтирует мы тут беседы и близки сейчас меняемся мы мокрые будем простые закрыть все окна я хотел помонтировать пойти видео 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 хотят домой ехать конечно там затянуто по кругам еще не взяли это полик свой взял я свой тоже взял тележку не тут которым я закопать под сено я закопаю момент еще что кувалды там все это спрятать надо там вот много соломы вопрос показать и подумайте на счет когда эти пришли волхвы где были где ради когда они пришли через сколько после рождения христа и где они находились через сколько дней ну нет там понятно ну смотри мнение вот это хорошо я не принято ли то и когда вы обрезали или после конечно или до того когда его сретение было с гос сретение там принц лежит ему сретение заруби себе на носу ладно давай отвечайте на вопрос я думаю да мы все так думают вопрос она такой задам надо луку читать и там просто понятно сейчас я не могу понять но одним вопросом все в тупик ставит и подписают что после оказывается я после обрезана одно думаю что после восьмой день именно речено было какая что означает имя иисус бог спасает бог спаситель и после этого и наречения имени и они могли прийти потому что это был уже тот кому они шли а когда он еще родился имя еще не было на речи но как бы например горит геннадий фаст а вот на 8 день на речи но и уже все порочество сбылось вот именно уже в восьмой день было сто процентов всем понятно что это там народа они пришли в дом рисует это икону пишет они в дом и не с пустухами путают это пустухи да нет это просто пустухи пришли как раз таки ну и саму рождественную газа вот это примерно время а здесь здесь нет много времени прошло конечно пока не узнал нет пока он отправил они жили пешком там насла то есть по моему объясняют даже что год по моему может там даже около не до год с лишним пройти потому что они же почему стали убивать там младенца в двухлетних они сами не не знали тот ты ирод не когда он родился игры то и режьте всех от 0 до 2 чтобы с запасом но это есть такой ребус я даду ребус который очень трудно даже за решить при этом объяснение я сейчас его не вспомню но потом если бы был новый звезд вспомнил бы нет основном за это его вспомнил и слив или вы телефоном я бы вспомнил такой ребус который два месяца решал с молитвой надо поделиться так ты сам решал это же идея мне ни один на святой отец не дал решение но я использовал все в совокупности потом понял что как это было то есть когда надо же так чтобы ни одно место друг не противоречивая а пока на брехи на каждую к рукованию каждую из святых отцов будет докопаться противоречие просто фаст вроде договорил но может он не так поверхностно нет вот ты что сказал ты верну что сказал это фасту ну конечно а я даже без фаста ну тоже просто дошел до этого я удивился что это я игру фаста он эту тему тоже разбирал просто она не так популярна видимо в его группе нет это вообще ничего не влияет на сложные вопросы любит он понимает что публика этих бабушек которые там сидит в зале не перевалит так ну давайте посмотрим сейчас у матомей да сейчас я говорю вам рассказываю рассказываю неделями вопрос есть и вопросы какие появляются а за некрещеного можно валить так выкладываю в этом он же в сеть выкладывает сейчас да youtube когда же иисус родился в вифлееме иудейском в одни царя и рода пришли в салим волхвы из востока и говорят где родишься иудейский ибо мы видели звезду его на востоке пришли поклониться ему услышав это ира царь тревожился весь иерусалим с ним и собрав всех перед священников нижников народных спрашивал нигде должен родиться христу они же сказали в вифлееме иудейском и так написано через пророка ну там дальше тогда и ира тайна призвал волхвов выведал у них время появления звезды и послал их вифлеем сказал пойдите тщательно разведать о младенце когда найдете известите меня чтобы мне пойти поклониться ему они выслушали царя пошли все звезда которые видели на востоке шла перед ними как наконец пришла остановились над местом где был младенец увидевшись звезду они возрадовались радостью весьма великую и вошедши в дом увидели младенца смолею матери его и падше поклонились ему и открывшись сокровища принесли ему дары золото ладан и смирно вот у них теперь с этого момента есть золото ну то есть деньги они-то бедные были них не было такого и они теперь могут только пойти в египет ну то есть и там прожить пробыть какое-то время не играть это для переписи ему так сказать а у них родственники были вифлеями то ли это то ли богородичные то ли у иосифа главные родственники то есть они у них были в доме то и там они могли быть ни один не месяц не два больше гораздо то есть не так что пришел на переписи ушел домой почему мы знаем уже к луке обращаемся и читаем сейчас надо же нам как-то а ну вот смотрите и дальше что происходит смотреть вот в чем загвоздка вот ребус сейчас так да да и смотрите вот и принесли ему дары золото ладан смирно то есть они пришли принесли мы не знаем когда и получившего сне откровения не возвращаться к иру иным путем и зашли в страну свою когда же они отошли это конкретно указание срока когда они нашлись и ангел господний является во сне иосиф говорит встань возьми младенство свою матерью и беги в египет то есть точно как только они отошли когда же это вот слова это значит сразу же они уходят то есть вот эту ночь и бегут египет и причем они когда шли туда они шли коротким путем а тут не идите иным чтобы они дольше шли чтобы было больше времени им собраться уйти в египет пока они не придут на выход тихо тихо николай мы тут писание обсуждаем и аккуратно ничего себе я держал тут тоже все вскочили так вот египет смотрите ну и вот смотрите вот загвоздка в чем а улки мы читаем что что на восьмой дне его обрезали потом на на 40 посчитаю там через на сороковой день нас среди не принесли его как это когда было после до египта ли понятный шутку эту чтобы логи до египта туда ну так а как она может быть до египта если чего а я тут это ну мы тут мы же не едем пока как только это будет но как она сходится потому что если они пришли после этого после после среди не пришли то как тогда они могли прийти если написано после среди не прям сразу они пошли вернулись к себе на родину в этот в назарет на заре да как они получают пришли на лет потом опять в фильме мы оттуда сбежали то есть ушли на заре вернулись пришли к ним эти волхвы и потом назад вернулись потом они в египет зашли не сходится никак я только одно объяснение в фильм находится от иерусалима оказывается там что-то два часа ходьбы в микро то есть это как просто сходить то есть и там не написано то что они вернулись и финн а написано вернулась в назарет лука же не описывает у побег в египет вообще об этом не говорят но попустил полностью то есть он сразу рассказ после пришедший египт и поэтому когда написано после среди не они вернулись на заряд это просто он не описывает что они были в этот момент все время а 효mal и то есть они пришли на среде вернулись к ним пришли вecliem к себе потому что это было в одном месте, около Иерсалима практически то есть к ним пришли волхвы они после убежали туда и потом только вернулись уже в Назарет то есть вот только так можно это все увязать ну либо так, что все они пришли до этого волхвы до обрезания до Сретения точнее до Сретения тогда непонятно почему в дом они пришли например, в какой дом ну их переселили, ну то есть там не сходятся много других еще, много причин других почему этот Иерод тогда двухлетних и больше вот, ну а вот это по теории сходится, потому что они должны были уйти в Египет, когда у них будут то есть им принесли золото, ладан и смирную вот золото у них появилось, они пошли то есть это как все в совокупности, ангел сказал им потом идти и у них появились средства там прожить кстати они там недолго были вот интересно сколько они там были я сейчас не помню, боюсь ошибиться например в месяцах там это оказалось как хотя я представлял как долго когда не изучал, а помню я изучил и оказалось там недолго ну вот такое ну тут я знаю, может с моих слов не так ясно это надо самому разбираться состыковывать спасение не влияет золотоуст вообще так много не занимается этим просто объяснил так он по-моему считает что наоборот они все пришли до а этот феврон затворник вообще хитро сделан там просто изменилось, сломает чуть-чуть и все и все сходится еще там просветление не предвидится а у него же есть этот ну наверно хорошо новозаветная история евангельская история последовательно все стихи писания распространены Синопсис у него когда 4 ну это синопсис называется ну да, вот у него есть евангельская история и вот там я думаю смотрю как он решил этот вопрос какое он последовательство поставил я смотрю как слова изменены немножко сразу что сходится никак написано ну и во всех стеноприцах тоже, как я сказал то есть полоскуты, что после Среди вот тот вопрос как это связывается с тем, что он так говорил в том, что после Среди они сразу вернулись в Назарет никто это не поясняет то есть если бы мусульмане это знали они бы тут присели на уши христианам может за ягодами все куда? ну батюшка поехали опять бедрами тащим там, говорит, ягод что вы знаете, что хрим находится прямо около Иерусалима что когда говорится, что они пошли в храм ну в смысле, пошли в Иерусалим в храм это не значит, что они куда-то поехали они просто сходили это мы представляем сами сырые будем, сырые вот он сходил в храм и что он вернулся в город свой и поэтому там не описывается, что они вернулись в Иерусалим потому что это как близкое то все а описывается то, что вернулся в Назарет потому что это они тут приехали в Иерусалим собрались там путь и пошли уже вначале Египет и потом Назарет большие перемещения только упоминались а не то, что близкие, которые внутри в одном месте только такое объяснение то есть пришлось географию подключить что мы на первой владелец сейчас на второй нет, если ты в гору на второй бегут, бегут, смотрите и когда они совершили все по закону Господню возвратились в Галилею, в город свой Назарет все не слово об этом а в Египте а в Египте он уже по две написал когда догоняешь, может метнуться в эту сторону тихо 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 он уже знал его и он знал, что многие иудеи знали а у вас на огороде а у вас на огороде тихо а у вас на огороде собирались много не волква нет надо собирать идти пошли кого так подержи подержи это чья? это Володя? это нет это Володя твоя? где? новый завет или Андрея очень охотно, тепло было тут хорошо выходим все сейчас мы не поднимем какая-то 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 пригрей ну вырубай на, выкрути